Вакцинация от COVID-19 разрушит корпорации, а крупные города опустеют. Саксабанк представил шокирующее предсказание на 2021 год. Во вторник датский Саксабанк опубликовал традиционное шокирующее предсказание на следующий год. Во вторник датский Саксабанк опубликовал традиционное шокирующее предсказание на следующий год. Угадавший в прошлом году поражение Дональда Трампа на президентских выборах, датский Инвестбанк ожидает в следующем году рекордного роста корпоративных дефолтов из-за перегретой антикризисными кредитами экономики. Пандемия COVID-19 и трудный ход выборов с США приблизили то, что могло казаться далеким будущим. Ускорили практически каждую социальную и техническую макротенденцию. По мнению Саксабанк, отступление коронавируса под воздействием массовой вакцинации в 2021 году резко повысит риски корпоративных дефолтов. Аналитики банка отмечают, что пандемия усилила накопление долговой нагрузки, которая приобрела опасный еще во время финансового кризиса 2008 года. Политика практически неограниченного обеспечения ликвидности и смягчения условий финансирования увела доходности государственных и высокорейтинговых корпоративных облигаций на исторические минимумы. Инфляция вырастет, а безработица упадет так быстро, что ФРС позволит доходностям длинных казначейских бумаг уйти вверх, потянув за собой и более рискованные облигации. Количество дефолтов по корпоративным бумагам поднимается до многолетнего максимума. Причем первыми рухнут нагруженные наибольшими долгами компании в секторе физической розничной торговли, которым приходилось трудно даже в здоровой докоронавирусной экономике. В самом ЕС ситуация окажется непростой. На первый план в решении проблем выйдет Германия, которая окажет финансовую помощь другой ведущей экономики Европы – Франции. По мнению Саксо Банк, в 2021 году государственный долг Франции превысит 120% ВВП. Франции не удастся избежать волны банкротств, так как многие компании в сфере услуг не выдерживают прерывистой серии карантинных закрытий. Учитывая плохое состояние государственных финансов, а также и без того огромную задолженность, у Франции не остается другого выбора, кроме как обратиться за помощью к Германии, чтобы ЕЦБ напечатал достаточно евро для массового выкупа долгов французской банковской системы и предотвратил системный обвал. В отношении развивающихся стран аналитики дают более оптимистичные прогнозы. В 2021 году экономисты обнаружат, что темпы экономического роста во многих странах с пограничной и развивающейся экономикой в последние годы катастрофически недооценивались. Внедрение спутниковых систем, раздача интернета обрушит цены на связь и на порядок повысит скорости обмена данными. Кроме того, уже сейчас идет революция финтеха и электронных банковских систем, давшая миллиардам людей доступ к цифровой экономике при помощи мобильных устройств. Наконец, развитие беспилотников произведет революцию в доставке, снизив издержки на жизнь вдали от крупных городов. Беспилотные технологии вместе с автоматизацией будут применяться и в сельском хозяйстве, повышая производительность труда в слаборазвитых сельских регионах по всему миру. Технологический прорыв ожидается и в энергетике. В 2021 году передовые системы искусственного интеллекта решат сложнейшие нелинейные задачи физики плазмы, из-за чего откроется путь коммерческому использованию ядерного синтеза. Самое главное, энергия ядерного синтеза сделает практически каждую страну независимой в продовольственном и энергетическом отношении. Обеспечит самое большое и быстрое в истории повышение уровня жизни. Еще одной прорывной технологией в 2021 году станет блокчейн. С его помощью будет нанесен мощный удар по источникам и платформам распространения фейковых новостей, захлестнувших в последнее время весь мир. Крупные СМИ и социальные сети будут вынуждены принять новые меры против лжи и манипуляций в новостях. Это станет возможным благодаря общей блокчейн-сети, объединяющей новостной контент и позволяющей публиковать новости защищенным образом с проверкой как содержания, так и источника. Технология распределенного реестра сделает любое изменение контента видимым для всех, а любую новость даст проследить до первоисточника, подавляя ложную информацию, неподтверждаемую другими источниками, полагают в Саксо Банк. Такие компании, как Твиттер и Фейсбук, осуществлят крупные инвестиции в разработку этих методов. Причем их заботит прежде всего самосохранение, поскольку угроза внешнего регулирования в последние годы дошла до опасного уровня. Альтернативные новостные сайты с их теориями заговора вроде QAnon, дезинформация о пандемии COVID-19, ложные свидетельства подтасовок на выборах, все это в одночасье исчезнет с их платформ. Реальность победит На финансовом рынке Саксо Банк ожидает приход новой китайской цифровой валюты, которая спровоцирует тектонические сдвиги потоков капитала. Цифровое средство электронных платежей DCIP – это цифровая версия юаня CNY, основанная на блокчейне. По мнению аналитиков банка, предоставление иностранцам полного доступа к китайским рынкам капитала ослабит главный аргумент иностранных инвесторов против использования юаня для торговли и инвестирования. Сомнения в его ликвидности и в прямом доступе к их вложениям внутри Китая. Раскрытие китайского рынка капитала и создание валюты, конкурирующей с долларом за статус резервной, обеспечит рост внутреннего потребления, финансирование совершенно новой пенсионной системы и углубление рынка капитала страны. Еще одним последствием пандемии COVID-19 Даски Инвестбанк видит введение безусловного базового дохода, который приведет к запустению больших городов. По его мнению, пандемия ускорила К-образное движение экономики, которое и без нее усиливало неравенство. Дохода одного человека уже далеко недостаточно для содержания семьи, а развитие технологий, программ, искусственного интеллекта и автоматизации снижает зарплаты и уничтожает рабочие места во множестве отраслей. Угроза полного разрушения общества заставляет осознать, что меры, принятые в ответ на пандемию, были не просто панической реакцией, а началом новой эпохи безусловного базового дохода. Введение безусловного базового дохода поменяет отношение к роли работы в жизни, так что многие молодые люди остаются жить там, где выросли. Тем временем и профессионалы, и малоквалифицированные работники в больших городах, начинают увольняться, потому что предложение на рынке труда падает, а с ним и качество жизни. Тесные квартиры в криминализированных районах теряют привлекательность. В целом же, по словам Стина Якобсена, пандемия COVID-19 ускорила практически каждую макротенденцию последних лет. Близится эпоха безусловного базового дохода, означающая новую жизнь и новые приоритеты. Потребуется также новый способ перераспределения благ, иначе все ресурсы окажутся сконцентрированными в руках монополий и действующих рантье.